Наше путешествие по России продолжается, и мы направляемся из Воронежа в Калугу. Путь до Калуги составляет 700 километров и занимает 10 часов. По пути мы проедем города Орел, Брянск, заглянем в Дядьково. Знакомство с Орлом и Брянском будет кратким. Думаю, что сюда мы еще когда-нибудь вернемся. В Дядьково мы посетим необычный храм, неопалимая Купина. Почему необычный, увидите в нашем дальнейшем показе. Старинный город Орел построен как крепость на месте слияния рек Ака и Орел в настоящее время Орлик в 1566 году по указу Ивана Грозного для защиты южных границ Московского царства. О названии города есть гипотеза. Одна гласит, что Орел выходит из малоупотребительного слова Орель, что значит угол, так как крепость первоначально построили там, где сейчас река Орлик падает в Аку и образует угол. Другая, что река Орлик в 16-18 веках называлась Орлом, и город получил название от реки. Третья, совсем легендарная, гласит, что 28 октября 1566 года по указу Ивана Грозного на правом берегу Орлика собрался разный народ. И вот прибыл царский воевода, обошел небольшой круг у того места, где теперь церковь Богоявления, затем указал на огромный дуб и приказал его рубить. После первого удара топора над деревом звился большой орел. Воеводы долго смотрел, а затем сказал, а вот и сам хозяин. Так город и получил свое название. Успенский Михайло-Архангельский собор расположен в центре города, на правом низком берегу реки Орлик в бывшей Фасадской Слободе. Представляет из себя одну из лучших построек зрелого классицизма. История города Брянск насчитывает более тысячи лет. В далеком 985 году на высоких холмах возле Десны, при впадении в нее болвы и снежити, в районе нынешнего Чашина-Кургана было основано первое поселение. В то время Брянск называли Дебрянск, так как в округе тогда простирались настоящие, практически непролазные лесные дебри. Позже поселение было перенесено на Покровскую гору, где была построена крепость, с которой и началось основное развитие города. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы находится на Покровской горе. Построен в 1698 году на средства брянского стольника Евстрата Тимофеевича Алымова. Храм во имя святителя Николая Горно-Никольский построен в 1751 году на средства брянских купцов-кольцовых. На основании ходатайства епископа Брянского Исевского в 2002 году приход храма был преобразован в Горно-Никольский мужской монастырь. Спасо-Горбовской храм является одним из самых молодых в Брянске. Однако по дате основания принадлежит числу древнейших в городе. Он был основан в 1778 году. Поселение Дядьково возникло во второй половине 17 века. Его основание и дальнейшее развитие тесно связано с развитием хрустального и стекольного производства. Храм в честь иконы Неопалимая Купина с хрустальным иконостасом существовал в селе Дядьково еще в 19 веке. Но после уничтожения в годы революции хрустальный иконостас был утрачен. В декабре 1999 года был совершен чин освещения места нового строительства и закладки камня. Оно велось при поддержке губернатора Брянской области. Храм оснащен хрустальным иконостасом, который практически с нуля восстановили местные мастера хрустального дела. Далеко за пределами области известен открытый в 1976 году Дядьковский музей хрусталя, где помимо большого количества разнообразной посуды можно посмотреть на хрустальные декоративные композиции, которые достигают высотой до полутора метров. Среди экспонатов музея есть ваза, окрашенная оксидом урана. Калуга Калуга впервые упоминается в грамоте литовского князя Альгерда в 1371 году. Этот год считается датой основания города. В 1389 году он окончательно вошел в состав московского княжества. С этого времени судьба Калуги неразрывно связана с восстановлением и историей государства российского. После серьезных реставрационных работ улица Театральная среди калужан все чаще стала называться Калужским Арбатом. Она одна из немногих сохраняет черты архитектурно-исторического прошлого города. В апреле 2011 года был открыт памятник Константину Эдуардовичу Циолковскому. Взгляд его направлен вверх, к звездам. Мешочек удачи До революции 1917 года храм был известен как Успенская церковь за верхом. Строительство Успенского храма было начато в 1754 году и, как гласила надпись на горнем месте главного предела, он был освящен 4 мая 1762 года. Свято-Георгиевский собор с конусовидной колокольней в стиле московского баронка построен при содействии городского староста Коробова в начале 18-го столетия. Здание неплохо сохранилось. Период 1926 по 99-е годы являлся кафедральным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Памятник священному ученику Кукше-Печорскому Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В начале 17-го века в российском государстве практически не строили каменные храмы, поэтому первая церковь в честь Троицы Живоначальной была возведена из дерева. Рядом со входом в храм располагалась могила Лжедмитрия II. В конце 17-го века на месте обещавшего здания было начато строительство каменного собора. Современное здание, дошедшее до наших дней, датируется в 1819 году. Храм Покрова Пресвятой Богородицы Храм Покрова Пресвятой Богородицы – архитектурный памятник конца 17-го века, выстроенный в классической манере русского зодчества. Церковь имеет пять куполов, увенчанных позолоченными крестами и бело-голубой фасад из камня. После возвращения здания РПЦ в 1994 году его повторно осветили и приступили к реставрационным работам по восстановлению исторического облика. Субтитры создавал DimaTorzok Храм в честь святых Джон Мироносец выстроен по плану губернского архитектора Ясныгина, а колокольня – архитектора Соколова. Строительство храма на месте прежнего обещавшего было начато в 1798 и окончено в 1804 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и закончилось наше путешествие по Калуге, и нас ждут интересные места Калужской области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА